В оккупированной Ингушетии похищены двое жителей. Один это Вельхиев Илез Алиханович, 99-го года рождения, второй Батиев Асхаб Рамзанович, 84-го года рождения. Обоим подбросили взрывчатые материалы, оружие и обвинили их в том, что они являются участниками сопротивления оккупации. Этих людей похитили, несомненно их пытают и их обвиняют в соучастии с ранее пропавшими Гуражевым и Аздоевым, которых также разыскивают. Мы не знаем, что произошло с Гуражевым и Аздоевым. Сперва оккупанты сказали, что их убили, затем они сказали, что они ушли после боя в Зязиков Юрте. И теперь либо они реально находятся на свободе, либо они находятся у них в плену, и оккупанты и коллаборанты ждут удобного момента, чтобы обвинить их в каком-то там нападении на местных, на мирных жителей и так далее. Либо они убиты, и оккупанты также готовят их тела, чтобы их выдать как убитыми в какой-то очередной выдуманной ими, то есть оккупантами и коллаборантами операции. Мы видим, как оккупанты все чаще и чаще проводят рейды, выпускают различные ролики, что они ищут вот этих двух ребят Гуражева и Аздоева, что они до сих пор проводят какие-то так называемые контртеррористические операции, мероприятия по поиску этих пропавших. И в то же время мы видим, как их родственников похищают, подбрасывают им оружие. Мы прекрасно понимаем, что и этому Ивельхиву, и этому Батсиву подбросили оружие и боеприпасы, там хатапки и подобного рода различные элементы. Ни один здравомыслящий человек, зная, что его будут разыскивать, что возможно к нему придут, если он действительно является участником сопротивления оккупации, ни один здравомыслящий человек не будет держать у себя дома подобного рода взрывчатые материалы либо оружие. Мы все прекрасно понимаем, что все это является созданной картинкой и этих людей просто так взяли и подставили, сфабликовав в отношении них какие-то уголовные дела. И хотелось бы заметить, что некоторые коллаборанты, которые работают для этой системы, сегодня ходят и ищут якобы вот этих Гуражева и Аздоева. А потом, если в случае чего они реально на них наткнутся и произойдет очередной бой, как произошел в Зязиков-Юрте и кто-то из этих коллаборантов погибнет, коллаборантов ингурской национальности, нам будут представлять их в качестве героев, мол, они чуть ли там немирные жители, вышли чуть ли не заработать себе на жизнь и вот какие-то плохие, плохие парни пришли и убили их. И никого не интересует из оккупационных властей, естественно, что эти коллаборанты, так же как тот же Хаутиев Башир, который ранее был уничтожен в Зязиков-Юрте, они пошли туда добровольно, ради денег, чтобы заработать для своей семьи, на себя, чтобы дом купить, машину себе купить. Никого не волнует то, что эти люди сегодня ходят по частным домам, по различным улицам, заходят в чужие дома, в чужие домовладения и ищут участников сопротивления. Нет, чтобы сидеть у себя дома, нет, они идут и ищут этих людей. Зачем? Чтобы поймать их и отдать в ЦП, в ФСБ, где этих ребят будут пытать, фабриковать в отношении них уголовные дела, сажать их на долгие сроки в тюрьмы, либо их будут убивать. Вот эти коллаборанты идут их либо поймать, либо убить. То есть они не идут туда, чтобы просто пойти и постоять там. Можно ли обвинять тогда этого Гуражева, этого Аздоева и других людей, которые будут как-то сопротивляться, защищать свою собственную жизнь? Ведь даже на том же посту в Кантышево, по нашей информации, не было нападения, о чем я изначально уже говорил, что это было очень сомнительно. Они просто проезжали, их пытались задержать, и те были вынуждены отстреливаться. И задержать их попытались вот эти коллаборанты и различного рода оккупанты, которые пришли туда и диктуют свои правила ингушам. Различные Васи, Вани, Сережи, Пети, они приезжают и говорят, Баширю говорят, Магомеду говорят, Тимуру говорят и прочим. Вы наши рабы, и вы будете делать то, что мы вам скажем. И вот этот Башир, Тимур, там не знаю, Магомед, условные, выслуживаются перед этим Ваней, Васей, Сережей и убивают своих сородичей, своих соотечественников для них. Ловят их и отдают им в их преступные руки, где они сами их пытают. Почему вот эти люди не идут и не арестуют других преступников? Ведь этих преступников полно в той же Ингушетии. Все мы знаем поименно коррупционеров и людей, которые пытали различных похищенных. Возьмем, к примеру, Элеза Нальгиева. Это человек, который раньше работал начальником криминальной полиции в городе Карабулак. Он в 2010 году, в апреле, вместе со своими сообщниками, установленными и неустановленными преступниками, похитили они Читигова Зелимхана и пытали его. Пытали его очень жестко, зверски. И этот человек находится сегодня спокойно на свободе. Мало того, что он не осознал свою вину. Он чуть-чуть там отсидел, хотя его других сообщников, которые 100% в этом участвовали, их оправдали. И он даже сегодня, находясь на свободе, в Ингушетии живет и говорит, что абсолютно не раскаивается в этом. И мало того, он готов говорит еще это делать. И не только в отношении вот таких бедолаг, как Читигов Зелимхан, но и в отношении других, даже тех ингушей, которые митинговали в 2018 и 2019 годах. Послушайте, что он говорит. Теперь вопрос. Теперь вопрос к ингушским коллаборантам, к ментам, к росгвардейцам, военным, полицейским, гаишникам, судям, прокурорам, депутатам, там еще кому бы то ни было. Вопрос к вам. Почему вы не пойдете и не арестуете Нальгиева и Леза? Почему вы его не арестуете? Почему вы его не посадите в тюрьму? Если вы правы, если вы действительно вышли, чтобы защищать закон. Да потому что это ваш человек, это ваш брат, это человек вашей системы. Вы, братья друг к другу, рука руку моет, как говорится. Вы вышли, чтобы защищать ему подобных, а не нам подобным, обычным людям. Если бы я сегодня пошел в той же Ингушетии и спросил бы с этого Элеза Нальгиева, то вы бы меня, обычные рядовые коллаборанты, гаишники там, ППСники, остановили бы меня, задержали бы меня и передали бы в ЦП, где бы меня пытали, где в отношении меня фабриковали бы уголовные дела. Но если бы Элез Нальгиев пришел ко мне, если бы я был в Ингушетии и совершил беззаконие в отношении меня, вы бы его покрывали, и вы бы его не арестовали, как вы его и не арестовали и сейчас. Как вы его не наказываете и сейчас и позволяете ему ходить. Почему вопрос? Ведь не только он. Есть Гулиев, Назир и многие, многие другие. Почему вы их не арестовываете? Да потому что, еще раз говорю, это ваши братья. Вы вышли против народа. Вы вышли ради денег. Вы продались. Вы предатели. Вы коллаборанты. Вы работаете на систему. Вы вышли ее защищать. Необычный народ. Вы покрываете различных барыг, которые торгуют наркотиками. Вы в основном и являетесь барыгами. Именно сотрудники многие являются распространителями наркотических веществ. Не только на территории Ингушетии, но и в Чечне, и в Дагестане и так далее. Вы их крышуете. Почему эта проблема у нас стоит острым образом? Потому что вы их крышуете. Да, есть и какой-то ряд социологических причин. Это отдельная тема. Но опять-таки, вы создаете эти условия. Оккупационная власть эти условия создает. Вот почему у нас постоянно происходит ДТП, где погибает огромное количество людей, потому что менты нормально не работают, потому что берут взятки, своих отпускают, за деньги прощают, не следят, потому что они вышли туда заработать. Они не вышли туда по идеологическим причинам. Они вышли туда, чтобы сохранить оккупационную российскую власть на территории Северного Кавказа, в данном случае на территории Ингушетии. Но будет ли это долго продолжаться? Аллаху Алам Всевышний знает лучше. Но я думаю, Аллаху Алам, опять-таки, что это недолго будет. Возможно, я до этого не доживу. Сегодня, завтра я умру, погибну, меня убьют, заболею, неважно. Но будут люди, которые с вас спросят рано или поздно. Сегодня перестраивается этот мир. И с вас будут спрашивать, рано или поздно. Все вы, так же вот как в Афганистане, будете цепляться за шасси самолетов и падать на покрытие аэродромов. Придет такое время. Вы будете драпать, как крысы. А люди будут этому свидетельны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова